День добрый. Сегодня посетители нашего портала я знакомлю с руководителем структуры, в чью компетенцию входит лоббирование интересов всего банковского сообщества. На мои вопросы отвечает президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. День добрый, Горегин Ашуточ. Добрый день. В чем заключается полномочия АРБ и по каким конкретно вопросам вы помогаете банкирам? Вы уже сами сформулировали, в первую очередь, лоббирование интересов банковской системы, но в широком смысле. Это не означает лоббирование интересов только самих банков, но система означает и ее клиентов, ее вкладчиков, всех участников рынка. Потому что лоббируя интересы системы банковской, мы продвигаем тем самым современные механизмы рыночных отношений, которых у нас не было на протяжении предыдущих десятилетий, а то и столетий. АРБ еще между собой называют таким банковским профсоюзом. Неправильная формулировка. Вот почему? Мы не профсоюз. Ну, потому что профсоюз все-таки это родители интересов трудящихся. Мы не являемся родителями интересов трудящихся и даже в некотором смысле не совсем родители интересов банков, а именно банковской системы. К примеру, с 1 января вступает в силу закон один, который называется «О персональных данных». Он очень серьезный, с одной стороны, он серьезное в себе содержание несет, потому что защита персональных данных – это действительно государственная задача, это защита интересов граждан. Но, с другой стороны, в той форме, в какой этот закон будет реализовываться, на сегодняшний день, по крайней мере, он несет в себе риски того, что регуляторы будут требовать с банков то, что они обеспечить не в состоянии. И уже ряд банков обратились, что «А как мы будем выполнять требования?» Нас же будут под санкции подводить, а потом, соответственно, мы в раскорячке стоять будем. То есть вы занимаетесь урегулированием этого вопроса сейчас? Мы занимаемся, да. Мы сейчас ставим вопрос о том, как, значит, подзаконную нормативную базу подготовить, как само законодательство состыковать разные законы друг с другом, чтобы не было бы соответствующих коллизий, противоречий, поводов для придирок и так далее. Жаль, что вы все-таки не банковский профсоюз, потому что на днях руководство партии «Единая Россия» отклонило идею создания профсоюза белых воротничков. Мне стало обидно, потому что вы знаете, сколько людей уволено сейчас из финансовой сферы. Вообще рынок трудоустройства резко изменился за последние полгода. Вы считаете, должен быть такой профсоюз или нет? Нет, я, во-первых, вам маленький секрет открою. Еще в 1991 году ваша покорная слуга была одним из тех, а может быть и в этом смысле главным виновником того, что мы закопали идею банковского профсоюза, потому что я, честно говоря, не очень верю в идею профсоюза в нашей стране, особенно в финансовой сфере, ибо мы все под соусом защиты интересов трудящихся обычно решаем совершенно другие интересы. А про произвол работодателей вы не слышали? Про произвол работодателей я слышал. Это действительно проблема. И боюсь, что не через банковский профсоюз можно эти проблемы решать. Дело в том, что ведь явно удельный вес людей, которые стали работать в финансовой сфере, не совсем соответствует пока уровню потребностей и масштабам нашей банковской системы. То есть желающих больше, чем вакансий. Это то, что называется пуанктон, да, бюрократический аппаратный пуанктон. Он очень точно выражает содержание, действительно облепляет любую движущуюся, эффективно быстро движущуюся структуру или соответствующий механизм, облепляет очень много неэффективных, соответственно, пуанктонов социально. Тиросотрудников. Да, вы понимаете, из-за этого у нас очень многие объекты, действительно требующие привлечения рабочей силы, они остаются, в общем-таки, невостребованными, незаполненными людьми. И из-за этого мы испытываем, даже при таком количестве гастарбайтеров, мы испытываем дефицит рабочей силы, поэтому она обоюдоострая проблема. Но сегодня дефицит профессиональных работников в финансовой сфере настолько высок, даже в условиях кризиса, что, в общем-таки, профсоюзами здесь и забастовками проблему решать не надо. Надо пройти, видимо, еще довольно серьезный этап, когда мы качество специалистов повысим. Вы сейчас так аккуратно, ребята, говорите, ну вот гастарбайтеры у нас тут везде все, но вы же понимаете, человек с высшим финансовым образованием не пойдет подметать улицы, если только он дойдет уже до крайней части. Если это действительно образование, если это диплом с высшим образованием. А, вы ставите знак вопроса, если это образование. Да, сейчас, конечно, да. У нас еще нет должного уровня подготовки профессиональных кадров, чтобы можно было бы говорить, что вот они находятся в риске быть уволенными и надо защищать их интересы. Давайте теперь вернемся к наболевшей теме. Конечно, уже, в общем-то, от нее у многих кругом идет голова. Чему-то пресловутый разразившийся кризис научил в нашей банке? Управление рисками было подвергнуто очень серьезному сомнению, очень серьезной ревизии. Управление рисками, связанными с наличием короткой ликвидности и отсутствием длинных ресурсов. Но мы это знали. Сказать, что мы этого не понимали. И поэтому мы на протяжении, мы, я имею в виду банковское сообщество, буквально громогласно говорили о том, что в экономике отсутствуют длинные ресурсы. Вы выталкиваете нас за ресурсами во внешнем. Вы это финансовая политика государства. Нас искусственно вытолкнули. Все то, что весь тот золотой дождь, который лился на голову нашей страны, уходил преимущественно в фондирование государственных фондов. Это нефтедоллары вы имеете в виду? Нефтедоллары, да. В фондировании государственных спецфондов. А рынок, наоборот, уже Мауси, и особенно кредитный рынок, сдерживался в своем росте. Нам же говорили, да что вы. Вы растете с темпами 30-40 и даже выше процентов. Вы еще недовольны. Наоборот, надо вас ужать немножечко и в темпах роста, и в масштабах. Мы говорили, через ужатие этих темпов роста вы фактически провоцируете, с одной стороны, рост инфляции, хотя делаете вид, что боретесь с инфляцией. А с другой стороны, вы не даете возможности развивать и инфраструктуру, и основные фонды, и производство в целом. Потому что основные фонды, инфраструктуру без долгосрочных вложений, без долгосрочных кредитов развивать невозможно. И тогда мы ставили вопрос, а уровень капитализации нашей системы вас не пугает, который ни в 2, ни в 3, ни в 5, а в 10 раз отстает от других стран. А уровень инфраструктуры нашей, включая дорожный, транспортный, сетевой, всех коммуникаций, включая и телекоммуникаций, вас не смущает? Мы отстаем уже чуть ли не на десятилетие. Вы понимаете, что без фондирования, без соответствующих финансовых ресурсов, это и вас не смущает уровень дедиверсификации, чрезмерной централизации всей экономики и всей страны, сжимающейся в единицы соответствующих городов-гигантов и опустеванию всей остальной территории. Вас это не напрягает? Что они вам ответили? Да ничего не ответили. Но это же большой, один сплошной системный изъян. То есть выводы... Это вы понимаете? Вы с этим согласны? Нет. Вот я сейчас слушаю вас. То есть это изъян целой государственной системы. Они же все-таки помогли ликвидностью, они взяли из-за кромок и раздали. Помогать тоже надо с умом, помогли во многих вопросах очень оперативно за это спасибо, очень эффективно за это спасибо, а во многих вопросах очень бездарно, потому что за это не спасибо. За это не спасибо, потому что использовали этот кризис в определенной степени для продолжающейся централизации. Продолжение следует...